Привет всем мои дорогие, с вами Таурус и мы продолжаем играть в замечательную игрушку Магомен 5. Прежде чем мы продолжим целенаправленно и постепенно убивать всех оставшихся боссов, я вам предлагаю вернуться на стадию Стоунмена. Если вы понимаете о чем речь и зачем я это делаю, значит высуну на одной волне и следите за происходящим в этой игре и возможно даже за советами, которые им не дают. Дело в том, что если вы помните, в прошлом эпизоде я так и не смог найти на стадии Стоунмена заветную букву, которая даст нам какую-то возможность, а именно птичку, которая будет нам помогать. Об этом мне написали в комментариях. А зря, если бы это было для меня сюрпризом, это возможно было бы еще забавней, когда бы я увидел эту птичку. Хотя опять же, мало ли что там может быть и я еще толком ничего не знаю. Так, давайте убьем... Кстати, знаете что? Антигравитацию мы же с вами получили, да? Вот такой вот прикол происходит. То есть, когда вы включаете антигравитацию, враги некоторые, почему-то не все, улетают наверх. Мы же стоим на месте. Ну, естественно, мы как бы получили костюм этого самого гравитационного человека. Вот, друзья, в этой части игры мы можем разбивать в некоторых местах камни. И вот, буква Г. И у нас теперь есть МГ и 5. Вот что у нас есть. А теперь, пожалуй, я сейчас от вас немножко так отлучусь. И пойду закончу уровень. Итак, я снова в эфире. Отчитываюсь. Во-первых, я нашел еще 2 жизни. То есть, так пробежался неплохо, да? Я говорю, можно возвращаться в старые стадии и просто убивать, 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 убивать до тех пор, пока у вас не будет всех тех, собственно, жизней и количества, которые вам сустроят. Я нашел эту букву при вас. И я еще взял тот Energy Tank, который, если вы помните, я пропустил в прошлом эпизоде. У меня так и не получилось его взять. Но это, опять же, было просто дело опыта, которого на тот момент не доставалось. Сейчас попрыгал по этим платформочкам и все получилось. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что неплохо, что я это сделал сразу, а не потом, когда уже поубиваю всех боссов. Потом нудно будет возвращаться на старые стадии и так далее. Кстати, с боссом меня не заставили сражаться. Я зашел в комнату к боссу и меня просто выпустили на титульный экран. Вот и все. Итак, кого выбирать дальше, я уже определился. Еще неделю назад я получил заказ убить Вейвмана. Этот заказ мне дал Леша Смирнов. И, кроме того, кто-то сказал, что этот босс должен быть то ли самым сложным, то ли буква наравне со Стоунменом здесь где-то запрятана и так далее. Кстати, на уровне Стоунмана еще было два таких места, где можно было разбить камни. Вот, тоже такое себе нововведение. Секретные зоны. Ну что, поехали. Хорошо, Вейвмен так Вейвмен. Человек-волна. Ну да, да, смотрите, он такой царь Гвидон с трезубцем на голове и с гарпуном в руке, который наверняка он захочет нас с вами выпустить. Ему лески еще не хватает. Так. Здесь у нас какой-то пар. Понятно. Первое препятствие, первое повреждение. Давай, вот так вот. Да, епрст, надо было скользить, значит, скользить. Я понял. Давай, вот так вот. Хорошо. Вот скользжение, замечательная возможность, которой у нас не было когда-то. Так, вот это уже становится интересней. Ага, я хотел выбрать, куда нам пойти, и случайно просто дотронулся. О, я правильно сделал. Если бы я пошел влево, наверное, мне бы не дали взять эту жизнь. Но теперь у нас, друзья, теперь у нас пять жизней, два энергетенка и одна буква О, которая восстановит нам все. Так, вы считаете, что это должно составить нам неприятности? Хорошо, если вы так считаете. Так, надо не забывать обращать внимание на вот эти вот трещины. Да что ж такое? Стоп, 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 стоп. Сказал, что легко, как бы не так. Пузырьки. Ага. Нам нужно по ним подниматься, я понял. Я понял. Ну, сюда нет, вряд ли. Где-то здесь, наверное, должно вылететь. Хотя черт его знает, а. Вот так вот, да? И этот пузырь лопнул. Нам надо ждать чего-то или нет? Так, хорошо. Сейчас попробуем что-нибудь вот такое вот придумать. Нет. Все-таки, наверное, нам надо подняться вот на этом пузыре. А дальше, а дальше будем уже что-то думать. Ну, мы же сейчас просто нас убьют и все, да? Так. Определиться бы, в какую сторону нам нужно, но мне кажется, что где-то налево. Так, ну вот сейчас я умру, хотя и слева ничего такого же нету. Может быть, правда? А, это поднимается вверх. Все в порядке. Друзья, я думал, что я сейчас просто ударишь в потолок. Хе-хе-хе-хе. Я понял, я понял, хорошо. Вовремя отреагировал. Вот там точно можно было удариться и... Это был бы не просто удар, это была бы мгновенная смерть. Так, ну хорошо. Раз, два и три. Все. Этот пузырик лопнуть не должен. Ну что, я все правильно сделал? Кажется, да. Но еще это не конец. Вот так вот. Ну, блин, ну, друзья. Вот что значит скилл. Вот что значит скилл, наработанный годами. Ну, не годами, конечно, но тем не менее. Так. Затишься перед бурей, почему нет врагов? Да ладно. Друзья, ведь никогда не было транспорта в Магомене. Были всякие улучшения для Раша, где мы могли как бы по воде, да, с вами путешествовать, так. А это уже мне напоминает, знаете что, батл-тоц мне это напоминает. Стадии, где нужно было путешествовать на водных всяких аппаратах. Нет, друзья, нам тут, конечно, наверное, капец придет. Да, хорошо. Просто мало жизни оставалось. Но я так предполагаю, здесь должен быть чекпоинт. Да, да, здесь будет чекпоинт. Добрые разработчики. Какая живописная стадия. Ну, хорошо. Стадия Вейвмана и должна основываться на волнах. Наверное, так. Какая красота, правда? Путешествие на фоне гор. Так. Сейчас увернемся. И вот так вот, нет. Черт. Я так и не понял, как убивать вот этих вот... А, вот так вот. Надо просто вот тут стоять, наверное, да? И они будут вылетать. Вот. И я вот так буду опрыгивать. Все, я понял. Тихо. Главное, уворачиваться и успевать замечать, что к чему, в принципе. Так. Ну, хорошо. А вот это вот мини-босс. Конечно, это не настоящий босс. Это мини-босс. Так. А куда нужно стрелять? Вот по этой зеленой фигне, да? Которая у него в алду торчит. Наверное, так. Так. Ну, хорошо. Пока все складывается очень даже неплохо. И жизни у нас есть. И не перезагружаемся. И все у нас замечательно, друзья. Так. Кроме вот этого прыжка. Не в том месте стоял, где надо было. Вот. И опять. И опять. И опять. Опять же. Просто дельфины эти, видите? Так. Тихо, дельфинчики. Вот так вот. Так-то лучше. Надо сосредотачиваться тупо на Мэган Мэйне. Никуда не смотреть. А потом уже периферийным зрением, боковым, замечать, откуда идет угроза. И успевать вовремя... Стоять! Стоять! Все, друзья. Я умираю. Я думаю, вы понимаете, почему я умираю. Я хотел прыгнуть, чтобы взять букву, но я получил повреждение. Эй. Эй. Так, мне что-то экран там показали. Куда я должен был приземлиться. Да, мне просто не дали... Просто мне не дали добраться до буквы. Так. Наверное, я вам не буду показывать весь путь и сражение с боссом. Сделаю я это все за кадром. А вернусь там, где я возьму эту букву. Так, как обещал, возобновляю запись сразу после битвы с тем мини-боссом. В этот раз, надеюсь, все у нас получится гладше. Врагов новых не появляются. Все те же дельфины, все те же... Все те же зеленые мужички на таких же, как у меня. В мотоциклах водных. Поэтому проблем, по сути, как таковых и быть-то не должно. Сейчас попробуем взять. Есть! Все. Теперь уже все спокойно. Я, кстати, в прошлый раз был близок, опять же, просто из-за буквы. Мне бы пришлось возвращаться. Зачем это надо? Знаете, что я могу сказать с полной уверенностью, друзья? Изменений, которые добавили в пятой части, по сравнению с другими частями, значительно больше, чем... Так, аккуратно. Вот это и все. В общем, изменения, которые здесь добавили, значительно крупнее изменений, которые добавляли из части в часть. То есть, я имею в виду в дизайне уровней. То есть, понятно, что в каждой части там добавляют мегабластер, такое огромное там скольжение. Но вот эти вот, допустим, гонки на таких вот импровизированных мотоциклах, такого еще не было. Итак, я сохраняюсь. Я уже за время этого уровня потратил две жизни. Но, опять же, нам нужно сейчас будет привыкнуть к боссу. Вот он, вейбмен. Гвидон. Так. Давайте думать. Камень. Нет, не камень. Глаз. Нет, не глаз. Все. Антигравитация вряд ли... Наверное, на какого-то босса по-любому она должна действовать. Но не на Гвидона. Так. А что я хоть должен делать, а? Так. А может быть, я смогу его и так победить, как думаете, а? Может быть, я смогу его с первой попытки завалить, а? Не, не, не смогу. Увы, не смогу. Ааа! У него всего две полоски осталось, друзья. Если бы я не пытался понять его слабость, тогда бы я его легко-легко завалил. Хорошо, сразу заряжаем мега-бластер и сейчас сразу ему в табло. Вот этим вот потоком. Хотел волну, получай волну. Так. Вот как-то не... Как-то вот, как-то не... Как-то ты круче, что ли, стал, мужик. Ну, я понял, что он просто по очереди вначале выпускает вот такую вот волну, а потом бросает меня своим гарпуном. У меня даже есть вариант, что лучше его валить просто так, а не суперударом. Хотя, чёрт его знает. Вот серьёзно, чёрт его знает. Ничего не пойму. А помните, такая же фигня была, кажется, и с Кристалменом, да? Какая фигня, вы спросите? Что я с первой попытки почти его завалил. Вот. А потом все очередные попытки как-то мне оказались сложнее. Почему так? Зачем так? Так. И сразу же, смотрите, бегу я. Так. Харта. А как предугадать? Вы не знаете, а? Вот так вот. Вот так вот. А-а-а. А-а-а. Извините, я не могу говорить. А-а. Не могу говорить. Нет, наверное, мне, конечно, капец. Да, снова мне капец. Что ж ты творишь со мной, Тритон? Король. Какие там есть короли? Из всяких там подводных саг. Как звали отца у Ариэль? Не помните? Я не помню. Да ёб красоты. Я не знаю, как... Дружище, что-то ты... Он, наверное, куда ты смотришь, туда и бросай. Да, если стоят на месте. Может, на месте правда стоять, а? И тогда он не пустит в тебя эту фигню свою. Струю я имею ввиду. Так, что-то, друзья, совсем не то. Совсем не то. Что ж, придётся перезагружаться, потому что как-то он меня поймел. В первой попытке, как круто. У нас были неполные жизни. Я почти его завалил. Ладно, сейчас всё будет. Итак, Севстед у нас ровно на том месте, где у нас ещё оставалось 4 жизни. Может быть, стоило потом с полными жизнями. Ну ладно. Уже не буду об этом думать. Будем, значит, действовать по его правилам. За всё время, сколько мне пришлось с ним повоевать, я этого босса изучил. Нам просто нужно стоять и успевать уворачиваться от гарпунов. Вот. И, в принципе, всё оставшееся время стоять на одном месте. Чтобы он в нас не попал. Видите? А так стоишься на одном месте, и он вокруг тебя якобы прыгает. И ничего больше он не делает. Ничего сложного вообще здесь нету. Посмотрите. Тактика гениальная, правда? А, это плохо. Вот так вот и всё. То есть, опять же, нам даже не надо было никуда бежать. Чем больше мы бежим, тем он больше. То есть, понимаете, этот враг нас просто хотел подавить интеллектом, предугадывая наши действия. Но вместе с этим, если бы мы просто стояли и вовремя перепрыгивали его гарпун, а потом под ним прокатывались, то никакой проблемы бы не было. Вот это сейчас в первой попытке я его завалил. После перезагрузки. Я получил войну. Войну. Я получил волну. Я поймал волну. И мы, значит, идём с вами на выбор следующего уровня. Главное, что мы с вами взяли букву, и это хорошо. Так. Далее, далее, далее. Ещё одного босса успеем пройти этого видео. В этом видео давайте попробуем Геро Мэна, Человек-пропеллер, потому что про него тоже часто вспоминали. Или про Чардж, не помню. Но с пропеллером, мне кажется, повозиться придётся достаточно долгое время. Вот, вот, я узнаю стадию Эйрмана. Кстати, наверное, я забыл сказать, но ведь в пятой части, как и во всех остальных, просто обалденная музыкальная тема. О, вот и лифт. Хорошо. Замечательный. Вот правда, композиторы меня просто радуют бесконечно. Ага, всё. Такие у нас были на стадии Стоунмана. Их мы хорошо знаем. И можем валить. Главное, чтобы нас сейчас не скидывали. Вот это вот, конечно, всегда было основной бедой. Когда нас скидывают. Так, ну вроде никаких вентиляторов я пока не заприметил. Но пропеллеры. Есть же такое понятие, как пропеллеры, правильно? И это должна быть основная тема уровня. Так. Пока всё хорошо. Вот эти вот, главное, розовые штучки могут с нами что-то сделать. Хотя, по сути, и не могут ничего такого. Не посмеют. Хорошо. Так. Вы что умеете? Да ничего вы не умеете. Ничего вы не умеете, друзья. Так, хорошо. Забрали нас. Они неплохо так и жизни отбирают. Я смотрю. Ничего. О, вот с этих штук хорошо фармить. Очень хорошо. Я могу возвращаться на предыдущий экран. И просто нарабатывать себе на них жизней. Так. Твой. Хорошо. О, таких я тоже. Во, друзья. Вот это прикол. Так, спокойно. Неситесь, 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 мои маленькие. Давайте, давайте, давайте. В общем, друзья, это просто читерский враг. Но только читерский он не в пользу врага, а в пользу меня. Вы посмотрите. Здесь просто бесконечное количество бонусов мы можем получить. Если я буду так стоять, 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 сейчас начнут выпадать жизни. Во! Только сказал. Обалденный враг, конечно. Но мы слишком злоупотреблять этим не будем. Это и долго. Просто убьем мать курицу, чтобы она не несла вот эти вот яйца. Еще одна жизнь. Вот и все. Восполнили потерю. Хотя какая потеря? Я перезагрузился. Теперь у нас их снова пять штук. Представьте производство на куриных всяких птицах в фермах. Был бы такой прикол, а? Чтобы с курицей просто за минуту выбегало там черт знает сколько цыплят. Так, вот тут надо... Давайте я сохранюсь, а? Короче, яйца бы, наверное, тогда подешевели. Вот так вот. Вот так вот. Ну что, это все. Да, друзья, игрушку сделали полегче. Это определенно так. Так. Посмотрите, чтобы покуситься на меня хотите. Еще одна жизнь. Ну, ешь, что ж ты будешь с ними делать, а? Я не против, не подумайте. Но просто пока что все очень круто и очень легко. Я рад. Правда рад и... Прямо гордость переполняет, можно сказать. Так. Ну и, конечно, я думаю, вы тоже рады, потому что Магомена не было больше недели. И ваши претензии, особенно у некоторых из вас, перешли из состояния просьб, в состояние требования. Что мне не очень понравилось, конечно. А так, стоять. Так, друзья. Это плохо. Ты посмотри, здесь буква же. Черт. Как я должен был ее взять и не упасть? Так, она у нас есть? Да. Все, буква есть. Может быть, так и надо было умереть? Ценой жизни все это. Ну, хорошо. Хорошо. Давайте попробуем так. Видите, не предупреждают. И внезапно уровень, который только что был легкий, превращается... Становится проблемой. Фух. Не, нормально. Нормально. Так, стоять, стоять, стоять. Так, друзья. Я сохранюсь, потому что... Ай, я не вовремя сохранился. Обычно на таких стадиях у меня возникало больше всего проблем. Ну, хорошо. Сейчас мы с вами будем... Так. Скользить будем? Давай, 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 давай. Так, хорошо. Не, ну как хорошо? Как можно определить в данной ситуации, что хорошо, что нет? Хорошо, давайте попробуем еще все-таки отсюда. А дальше, блин, я не знаю. Может, действительно перезагружаться? Потому что... Забавно. Ладно, хорошо. Давайте я начну оттуда. В общем, по сути, все не так и сложно, как могло показаться. Просто наряду с тем, что нам с вами придется немножко поскользить, нам придется немножко и попрыгать, чтобы Мегомен успел добраться до платформы, чтобы его вот эти вот сверла не завалили. Так, хорошо. Все, здесь мы уже не были. Хорошо, что вы умеете? Вы умеете умирать с одного выстрела. Я вас понял. Роджер Зет. Так, ну и враги вы не сказать, чтобы сильные, не сказать, что я вас боюсь. Не, вы слабаки, друзья. Вы определенно слабаки. Вон, один просто испугался и улетел. Так, друзья, нам осталось после этого три стадии. У нас как раз нету трех букв. Вот, что нас с вами волновало. Так, давайте. Вот так вот. Все, хорошо. Эта стадия, возможно, в некоторых местах могла показаться сложнее, но не слишком-то, не слишком-то. Так, что умеет делать волна, мы не посмотрели. Ух ты, круто. Мы умеем пускать волну, но это обычный такой снаряд, который идет по земле. Возможно, он потом переключается и на стену. Давайте пробовать. Чего ты боишься, ай? Отчего ты боишься? Нет, волны ты не боишься, хотя волны убивали твои потуги. Тихо. А я тебя не вижу. А, ты в прятки решил со мной поиграть? Хитрец. Так, ну что-то нихрена, вы знаете, не помогает. Я уже столько победил боссов и что, до сих пор ничего не действует на них. До сих пор ничего не действует. Так, айсенте и гравитация, ты же летаешь, сволочь такая. Уверен, что... Ребята, действуют. Так, действуют очень неправильно. Надо было ждать, выжидать. А я вместо того, чтобы выжидать, стал сразу же... Так, что-то, друзья, я протупил, честно вам скажу. И теперь у нас нет гравитации. Теперь у нас, друзья, нет гравитации. Так, ну вернее антигравитации, вы меня поняли. Так, ну хорошо, давайте попробуем завалить его и без гравитации. Но если же не получится, слишком много времени не буду у вас отнимать, да и у себя. А перезагружусь там, где у меня эта самая гравитация была. Так, ну пока не всё так и сложно, видите? Пока не всё так и сложно. Так, что-то он встал на месте и... Сволочь такая... Так. Вот так вот. Да, да. Так, ну возможно этот босс немножко будет посложнее, чем все те, с которыми мы уже сражались. Но опять же, до тех пор, пока не поймёшь, как его... Нет, я-то понимаю, как его валить. Но здесь сноровки надо побольше. Этот босс будет посложнее. Так. Ну тут-то всё понятно, да? Как бы сюда уворачиваться и он призмляется прямо на тебя. И потом, иногда, хочет выстреливать, а хочет возвращается в небо. Нет, друзья, вы знаете, если у меня есть возможность использовать бонусы некоторые, почему бы их не использовать? Поэтому я, наверное, просто сейчас перезагружусь и попробую завалить его вместе с антигравитационной пушкой своей. Итак, я снова здесь. Выбираем сразу же антигравитационную пушку, а потом дело закончит мега-бастер. Что-то он здесь называется бастер, вообще бластер. Ладно, неважно. Знаете, что я заметил? Возможно, это первый босс во всей... во всех частях Магомена, которого реально ты понимаешь логику того, что происходит и как его валить. Ты это понимаешь, потому что враг-то понимается в небо. Правильно? Так, 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 так! Хорошо. Надо было сразу вот так вот делать. Ну ладно, всё, завалили, завалили. Я просто пытался выжидать какие-то моменты. То есть, смотрите, это единственный враг, который умел летать. И он пытался от нас скрыться. Это как бы его сила была, да? Что он взлетал и скрывался. А антигравитация как раз смогла бы повредить ему. Вот она это, собственно, и сделала. То есть, опять же, раньше эта игра логикой совсем не была наделена. И приходилось просто угадывать, что к чему. Винт и Рашджет. Хорошо. Значит, с уничтожением первых пяти боссов у нас теперь появляется Рашджет. Ну, Рашджет, это понятно, что такое. Мы сможем на нашей птенке теперь не только прыгать, но и летать. Итак, остался Чарджмен, Стармен, Напалмен. Жду ваших заказов. Кстати, Лёша, с тебя... Короче, сколько посчитаешь нужным, столько заплатишь. За убийство Веймана. Всё, друзья. Спасибо вам всем за то, что смотрели. Возвращайтесь в следующем эпизоде. Он, поверьте мне, будет не за горами. Не так, как в прошлый раз. Вот. Ну и оставайтесь на линии, друзья. Скоро с вами увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok